у меня дробаш соси почему написано у всех первое задницу с этой хернёй а не подходите ко мне близко мне сложно не или не хочу играть сам боишься засалка стекло все ребят давайте играть от третьего лица в виртуальном времени мне хана а играть просто на максимально чувствительность а мне это подходит 3 левой рукой это сердце примотанное к телу просто поле из минетов беги и соси да тише ты чуваки если что нет это у меня не стояк это вот так по идиотски у меня вывернулась рубашка переснимать заново было как-то лень новый год это достаточно интересный момент момент когда все неудачи и невзгоды остаются где-то там в прошлом и ты можешь все начать буквально с чистого листа более того это обалденное время для того чтобы банально отдохнуть выпить провести свое время в кругу семьи или друзей но еще круче когда в такой компании бывают еще и дети то чувство восторга и тот уровень радости когда ты даришь подарок ребенку мне кажется оно не сравнимо ни с чем потому что детский возраст это как раз то самое время когда человек все еще верят чудеса и волшебство того же деда мороза ой смотри там дед мороз тебе под елку положил подарок пока ты спал беги скорее открой быть взрослым на самом деле скучно и неинтересно единственное что тебя может порадовать на новый год это если банально с 31 декабря по 1 января тебе выпал банальный выходной что согласитесь случается далеко не со всеми мои соболезнования тем кто работает на нг пиздец как сильно вас понимаю сам такую хуйню заниматься когда работал в магните и это при том что мне даже не доплачивали суки кстати говоря о подарках зацените чем не подогнал дед мороз блять не коцнул нет нет слава богу это просто грязь да вы все правильно поняли я наконец-то обзавелся макбуком хотя наконец-то это звучит так как будто я давно не он мечтал нет но как минимум понять что из себя представляет вся вот эта хваленая всеми богоподобная mac os да такое желание было этот макбук конечно не новый ну я имею ввиду он не последний то есть эта модель air на м1 двадцатого года выпуска 8 гигов озу пол парабайта ssd стоит он вот столько и нет подарок не от гриши я бы и не позволил ему на меня тратить такие бабки мне он подарил вот это и на самом-то деле это тоже бомба не подарок я кстати буквально пару месяцев назад хотел купить эту фигурку сам ну очень сильно она мне понравилась затем что-то про нее я как-то забыл я хз быть может у меня в доме какие-то прослушки или скрытые камеры хотя учитывая что гриша один раз был у меня в всех это вполне возможно с подарком он ебать как угадал кстати уверен то что в комментах будет до хуище людей которые будут спрашивать вообще ждать ли обзор на это самое чудо-юдо или нет нет обзора на mac делать я не буду но примерно через месяц-два выйдет просто ролик о личных впечатлениях а юзер экспириенсе с точки зрения человека который до этого никогда не пользовался макбуком тем более если учесть что вот это она никогда и не было моей желанной покупкой на меня ну как снег на голову свалился а следовательно не будет такого как было когда-то у айтипедии какие макбуки все шикарные шиндуски ноуты полное говно устаревает через год макбуки это самая лучшая все было в моей жизни в итоге чем шевцов пользуется сейчас вот и я том же в моем случае все будет куда более взвешенно с чувством с толком с расстановкой потому что сейчас я его тупо осваиваю на этом не нужно ну хотя бы месяц или два интенсивной работы за ним плюс по возможности купить еще final cut pro а стоит он дохуя и я в два раза больше за одни только налоги отдал в конце этого года так что лишней тридцатки у меня нет более того я им пользовался ну буквально три-четыре дня и уже нашел два очень жирнющих недостатка причем они не связаны с ценой с наличием точнее отсутствием необходимых мне портов нет все гораздо хуже хотя опять же и хорошего в нем тоже немало еще раз говорю чтобы все вышло максимально честно и непредвзято на это нужно время быть может выяснится потом что эти самые недостатки окажутся результатом того что я просто не разобрался да такое тоже может быть легко чё-то все говорю 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 а уже даже забыл зачем вас собрал а точно у меня есть подарок однако оговорочка он не для всех однако возможно именно ты и сможешь его получить в этот самый новый год вкратце недавно в бойлинг машин уверен что многие из вас вообще в курсе кто это они собрали весьма интересную сходку в которой сказать что над нами издевались наверное ничего не сказать благо я там был хотя бы не один был еще илья с канала крита с мой давний знакомый поля с канала литпут и еще лёша с канала ял последние два это игроки фортнайт у обоих канала на одну и ту же тему весьма приятные ребята пообщаться и познакомиться с ними вживую было вот прям за радость знаете вот действительно мог оказаться хороший момент посидеть вечерком пропустить пару кружек пива поболтать о том о сём ютуберы как никак общая тема для болтовни всегда найдется но не тут то черт побери было может кто знает кто не знает но есть на ютубе такое шоу как комментаут суть его в том что приглашенным звездам выдают всякие задания разного рода упоротости и бреда не выполнив которые один из двух проигрывает у нас было что-то плюс-минус то же самое задание были хоть и не настолько аморальные но однако не лишенные своих приколов кроме того суть эксперимента была в том чтобы протестировать мониторы один из которых обязательно пойдет под розыгрыш вот тебе и повод досмотреть ролик до конца а все тестируемые мониторы из линейки иисус рок каждый из них со своими уникальными характеристиками но что точно будет у каждого это поддержка джи синг которая будет устранять разрывы изображения и как следствие повышать отклик так как джи синг избавляет от необходимости включать вертикальную синхронизацию кроме того все мониторы высокогерцовые от 144 а значит угорать мы сегодня будем знакомые нами кс-го которая идеально подходит под все подобные экземпляры и так на начинаем первый у нас идет литпут ему выпадает модель swift pg 25 9 q n весьма неплохой монитор 25 дюймов 360 герц 1 миллисекунда отклика жаль что ни того ни другого он не познает играть от третьего лица в виртуальном свифт пиджи 32 и 32 дюйма 4к и 144 герца картинку ял быть может и оценит но вот герцовку не уверен быстрее диареи а играть просто на максимальной чувствительности слушай но мне это подходит мне это подходит серьезно strix xg 32 вей монитор с qhd разрешением на 32 дюйма и 144 герца третья левая рука и правая на сердце примотанное к телу ну наконец-то и я swift pg 27 9 qm 27 дюймов ips матрица и 240 герц герцовка возможно бы и подошла но вот с таким заданием за монитор можно было вообще не сажать подошел бы и тостов ни единого разрыва играть закрытой мканью наполовину монитором жестко а как стреляет фрэнли фаер включен снайпер одной рукой кто это был то я тебе завалил сука почему я тени завалил я фото видел я кого-то это на а я не пойму кто наш пугина я сейчас развалю подожди мне снится не проблема а мне снится не про а не проблема твою мать а мы сразу возрождаем все-таки ос что ему твою все у меня пулемет мне насрать я пошел это мансить не могу у меня драбаш соси короче у михаила и бас а девочки противники короче все я непобедимый вот он сам доводится о кого-то угли на они не у меня самый жесткий челлендж на самом деле ребят то что у вас там вир шлемы не вир шлемы забей хочешь поменяться я хочу у меня единственная цель классно тебе ты нож берем просто ножом я попал я попал кого-то попал да не попал это я пишу это ты всех спину убивают все все у меня дробаш вам пизда у меня дробовик сейчас кому-то лицо сломаю люди у него не у него не у него не у него на 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 сюда иди да ты меня с ножом блять а а что у тебя хп я тебе два раза бахну а да пуял у меня хп у него брони много тут на оба голову а что-то люди попали а в руки готов а все ага здорово подлечился блять здравствуйте ё-ма-ля да блин у нет да рука я зарезал о май гад как это замечательно готовы двое все я издалека работаю издалека ага счастье на сука да ладно короче мне нельзя двигаться я понял я приманкой я приманкой поработаю я не против давай братишка разваливай левее давай бери чтоб там трастрели было эй куда сажёшь падла блять я тебя почти убил как я снова пулеметчик на попробуй наведись еще успокойся сосать я не могу бывает подожди бро на ты поймал это такой рандом на да ёбаный рот ну два раза то куда на а почему не ваншотнуло э почему не ваншотнуло я не понял иди нах а чё я сосу а чё я сосу нужно сделать спил снижай я тебе блять сейчас дам что не снижай а блин ну ладно все время время 3 секунды я успею заснайпить кого-нибудь пожалуйста настал раунд 2 илье выпадает монитор соперника яла swift pg32 uq напоминаю это модель в 4к и 144 герца душе микробиолог раунд вторым сколпом то есть берёшь киперку приближаешь максимально лёша же забирает stricts xg32v с qhd разрешением vi матрицей и 144 герца но видимо высокая герцовка далеко не то что он будет сегодня тестировать я слоупок супер медленная чувствительность поле выпадает swift pg279 qm это к слову мой прошлый монитор за которым я сидел надеюсь от следующего испытания его не стошнит хотя в теории могло и после первого алиса в зазеркале играть на инвентированном управлении или перевернутом а это прикольно тебе везёт что же ждёт меня а мне прям повезло stricts xg35v такой монитор еще никто из нас не тестировал ультраширокий монитор на вей матрица у которого есть главное преимущество как периферийное зрение за счет большего размера по горизонтали лысая коленка играть на коленке мышкой кстати не так уж и плохо не так уж и плохо кстати спасибо хоть не на лысой башке а то так я бы тоже смог мишан ну что дальше мне нужно будет играть вот так кто сзади кто а я так никогда не играл что-то это сложнее это оказалось сложнее здорова что возьми а нет сбеглая стреляли походу нет да ахаха ребята можно нормальные челленджи пожалуйста уйди на уйди 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 что происходит а у меня кто мне пистолет дал не подходите близко я издали стреляю не надо ой патроны патроны нет понятно ах ты сдалека крыса ну извините ах ты как только что стрелял а ну ладно ладно ах хотя у меня тоже СВД что-то не было да кто бы он появился да я там стоял уже полчаса ахахаха не подходите ко мне близко мне сложно тут жалуются блин на низкую сенсу вы думаете мне камеру поворачивать легче что ли на колени слушайте вам к нему понятно как поворачивать уже не долго попал нет нет стой все найс красавра блять поворачивай камеру блин а хорошо Миша опять лафа Миша самая легкая да ни хера не легко я камеру не могу и надо развернуть нормально у тебя коленка узкая такая нет аааа ну пулемет странный ну че он куда он стреляет о май гет потихоньку 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 есть я забей я не попаду с диво лады а не попаду ты попал нет 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 есть до свиданая до свидания тут кстати вопрос чтобы привыкнуть к этому потому что уже более менее начинаю понимать что происходит нет ой здрата есть пилюхи прилетела это у миру были сопровняться эй ты чего тут церковь дробовикам ты кто это просто убери пожалуйста тебе О, перезарядка, да, у тебя? Ладно. Я что-то ни в кого не попадаю. Я не вижу, как ни в кого. Все, конец. Мы выиграли. Ну что, ребят, вам понравилось или как? Короче, у нас тут ситуация пошла маленько не по плану, как я обратил внимание, потому что мы должны были сыграть всего два матча. В итоге так получилось, что за эти два раза вас мы отодрали дважды, но мы решили дать вам шанс. Предлагаю бонусный раунд. Согласны? Нет. Давай, ты что, интересно? Нет, я не хочу. Играй сам. Боишься? Зассал? Да. Секло. Все, ребят, давайте, я погнал. Но он обещал вернуться. Итак, Ялу достается игровой монитор ROG PG 279QM. Я думаю, что ему вполне повезло. Главное, чтобы ничего не мешало обзору. Соколиный глаз. С одним закрытым глазом. Вообще без проблем. Ах да, соколиный глаз. Мы только забыли дописать, что наш соколиный глаз на пенсии. Его глаз слегка замылен. Сначала Илье достался самый быстрый игровой монитор ROG PG 259QM, которому выпало... Даже не знаю, разглядит ли что-то Критус на 25 дюймах с 5 метров. Мы решили его посидеть и дать гигантский игровой монитор ROG PG 43U. 43 дюйма, 4К разрешение, 144 Герца и, конечно же, G-Sync. Теперь ты, Илье, можно сесть и за 10 метров. Пиша вновь выпал ROG X35V, проверенный временем и последний представитель широкоформатных игровых мониторов на VA-матрице. 35 дюймов, 100 Герц, 21.9E. Отличный выбор для КС. Удача в твоих руках. Скрестить пальцы, указательный и средний, на удачу и замотать руку скотчем. Да уж, Мише повезло. Ведь его скрещенные на удачу пальцы замотает скотчем вместе со всей рукой. Ну и Коля. Ну и Коля, юпты. Ему достается игровой монитор с отличным обзором ROG PG 32UQ. И в кои-то веки ему будет все видно без подвохов. Нельзя ходить. Играть стоя на одной ноге? Всего лишь ему придется стоять на одной ноге и не двигаться в игре. Похоже, красному пятницу добровать. Да начнется третий раунд. А че, играем? Разносим кабины. А, откуда? Я сделал это. Ты же прицелился. Да не меняй ты оружие! Зачем ты оружие миллион раз не делаешь, а? Очень веселый, интерактивный гэндлай. Да ё-моё, ну где? Ну простые, простые, простые. Я вас ненавижу! Я тебе скажу больше, я стою на одном месте. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, пряжься! Да тише ты! Да не меняйся ты оружие постоянно! Блин, просто пистолет не западает вообще. Да нет! О, здарова! О, здравствуйте! Здравствуйте, я вас ждал, мне надоело там, спасибо. Блин! Просто поле из минетов, блядь, беги и соси, а! Поле из минетов. А мне нравится так играть, так в принципе прикольно. Будь добр, сдегла, убей меня! Блин! Я не могу, потому что я ничего не вижу. А какого хера они оба двигаются, один же должен стоять, нет? Подожди, в смысле я стою, я тот имейт. А, а, да, блядь. Ребят, как дела у вас? Хорошо, отлично, но счет не вижу, как. А что, опять счет? А что, у кого 400? А это за бочками сидит, как крыса на одном месте. Я бы сказал бы, конечно, но у меня нет вариантов. Не, забейте, я типа не могу уже. Все, я буду в стену просто стоять, смотрите. А что, у меня одни винтовки-то выпадают, блядь, что это подстава? А можно я буду просто на одной ноге стоять, типа и... На, наконец-то я тебя вынес. Спасибо. На, еще раз. Все. Вот опять написано первое место. А что за бред, в смысле, почему у всех написано первое место? Ты на последнем месте. Так а почему написано у всех первое? Задницу с этой херней, а? Парни, ну как вам наше сегодня тестирование мониторов? Какое, Коль, для тебя было самое сложное испытание? Испытание, да? Испражнение. Я бы сказал, что для меня было большое испытание в VR, потому что я бы не сказал, что я в этот момент тестировал монитор, а больше за мои способности перемещаться с задержкой большой. И задержка, на самом деле, очень сильно имеет значение в видеоиграх и в киберспорте, по крайней мере, то есть это большое значение. А если мы говорим о мониторах, я бы сказал, что выбор на рынке довольно-таки большой, из чего можно было бы выбрать. И если говорить о своем личном выборе, я бы выбрал что-нибудь про большую герцовку. А большая для тебя какая? 360, то есть это было бы прям на S максимальной. Минимальные задержки, чтобы было минимум-минимум задержек, в принципе, у отклика матрицы. В любом случае, это дает больше контроль над игрой, в первую очередь, а там уже дело за самим игроком. В твоем случае это Asus PG259QN или QNR, если ты хочешь рефлекс мерить технологию. Про задержки ты говорил. В твоем случае тебе бы подошел монитор диагональю в 25 дюймов 360 герц, ROG SWIFT PG259QN или QNR. Это две модели, один тот же монитор, один умеет мерить задержку рефлекс, о которых ты сейчас говорил. Ял, тебе что понравилось? Какое самое сложное для тебя было усложнение? В очках. А у меня до сих пор вот глаз течет. В очках, ты плохо видишь? На самом деле, я именно на этом испытании понял, что нет, чувствительность была еще норм. С высокой чувствительностью все окей. Что касается мониторов, да, я полностью поддерживаю то, что сказал Литпут, потому что мерцовка конкретно в моем случае самая основная, 360 герц, и по размеру Моника мне 25 дюймов, это вот максимум. Илюх, ты как второй представитель, представитель проигравшей команды. Для тебя, наверное, все усложнения были сложные? Или, в чем проблема? Не все. Самое сложное было это с левой рукой, рукой, да, короче, левой рукой было сложно играть, потому что сам я прошел. И на клавиатуре, на мышке сложно. И на клавиатуре, на мышке, да, там все это дублировать, плюс мне сенсу еще повысили дополнительное, усложнили эту задачу. Ну, вообще, для меня как монитор понравился 43 дюйма, в том плане, что большое изображение, классная картинка, сочная. И я больше просто по автосимуляторам тоже увлекаюсь автосимуляторами. Как бы большой монитор, сидишь от него чуть-чуть подальше, на этом всем кресле, деле. И все видно, все хорошо. Как бы и герцовка высокая. А, Миш, ты что скажешь по поводу сегодняшнего теста? Начнем с того, что, наверное, самое изуверское испытание, которое было, это когда мне связывали руки скотчем, и я, как, извиняюсь, последний рак, пытался по-человечески не то, чтобы управлять игрой, а просто положить руки хотя бы на клавиатуру и мышь. По мониторам, на самом деле, я вам скажу, что по сравнению с моим личным монитором, который у меня стоит дома, а это Alenvar AV3420DW, и я каких-то кардинальных отличий по сравнению с всем тем, что мне удалось поюзать, я на самом деле не заметил, потому что мой монитор, он как бы довольно топовый, но когда в самом последнем, считай, не испытании, а когда мы просто играли, мы менялись друг с другом местами, я подсел на какое-то время на монитор, у которого было разрешение 4К 144 Гц, с диагональю 31 дюйм, и вот он меня, на самом деле, впечатлил, капец, как сильно. Капец, как сильно, да, да, он мне впечатлил, потому что 31 дюйм, я за такими мониторами никогда не сидел. Это 144 Гц, 4К IPS, G-Sync, и этот монитор... Она не настолько контрастный, потому что я слишком контрастные цвета, я не люблю, то есть там не настолько пестрые цвета, они более умеренные, там, хорошая градация цвета, все нормально. Вот этот монитор, это новая технологическая ниша, лет на 5, ничего круче не выйдет, ну, скорее всего. Можно смело сейчас покупать, понимая, что это такой задел, и если у тебя есть желание, тебя также могут отвезти в соседний подъезд, там можно оставить деньги... Соседний подъезд меня, зачем? Я тебе могу показать, где ты можешь приобрести такой монитор. А, ради бога, давай, хорошо. Кстати, для всех остальных желающих мы оставим ссылочку с промокодом, любой монитор от компании Asus с G-Sync будет по скидке, еще с бесплатной настройкой и калибровкой. Это чисто от меня, ну, от нас всех, в общем, подгонщик новогодний. Спасибо, ребят. Но, на самом деле, помимо тестов этих всех мониторов и усложнений вот этого всего веселья, задора, мы должны определить реально монитор, который разыграем. Поэтому, я не знаю, у вас есть, может быть, общий какой-то кандидат? Это очень сложно, на самом деле, учитывая, что все... У нас торт с самой минимальной задержкой. 360 герц. В принципе, если вы как чемпионы по киберспорту, ну, совсем, тем не менее. Ладно, вы предлагаете, то есть, такой монитор, да? Ну, мы с ним, да, мы считаем, что... Вы, ребят, что скажете? Напомните, как называется вот этот монитор, который вот ближе ко мне. Я думаю, что вот можно его даже разыграть как раз. Почему? Потому что все-таки диагональ у него такая довольно усредненная. Частота кадров, ну, 240, это вполне себе вменяемая, это много довольно. Ну, то есть, вы предлагаете что-то попроще. И в плане цветов он как бы хороший, у него вполне себе... У него самая вменяемая картинка, по-моему, одна из самых вменяемых. В общем, ребят, спасибо вам большое. Надеюсь, вы повеселились вдоволь. Удачно добраться до дома, приезжайте еще. Спасибо, что позвали. Да, все тогда. Собственно говоря, как вы заметили сами, мнение насчет мониторов под розыгрыш оказалось, ну, далеко не единогласным. С одной стороны, решение, что лидпута, что яла, я понять могу. Asus ROG Swift PG259QN на 360 Гц действительно крутой. Монитор тем более стильный, есть поддержка с G-Sync, хотя, в принципе, она есть и у других разыгрываемых моделей. Но все-таки будем реалистами. 360 Гц нормально канают только под две игры. Contra или Valorant. Тем более, что это Full HD разрешение. Да, здесь 25 дюймов, сочетание неплохое, но это маленький монитор. Задумайтесь, вы же ведь за компом, скорее всего, не только играете, но и смотрите кино. Поэтому здесь была бы полезна диагональ побольше. Asus ROG Swift PG279QM, на мой взгляд, будет поинтереснее. 27 дюймов, Quad HD разрешение и 240 Гц. Это тоже весьма немало. И вот, хотите верьте, хотите нет, но выводимое изображение было одним из самых интересных из всех предоставленных моделей. В любом случае, дареному коню в зубы не смотрят. Если вы считаете, что под розыгрыш может подойти другой монитор, вы легко можете на это повлиять. Просто переходите на канал Boiling Machine, ищите вот этот самый видос, и в комментах пишите модель того монитора, который вы хотели бы видеть у себя на столе. Быть может, в Новый год тебе и достанется такой приятный и полезный подарок. С Новым годом вас, ребят. Всех обнимаю и целую. С Новым годом вас, ребят.